Доброго времени суток, дорогие зрители нашего канала Церебер. Мы на данный момент хотим вам предоставить одну чудесную информацию. Мы сейчас находимся недалеко от таверны Ночная Ворона. И сейчас вы увидите какое-то странное существо, которое мы еще сами должны понять. Либо это дракон, либо это еще какое-то существо. Мы не увидели. Но вы сейчас сами сможете убедиться, что это за тварь. Давай изучим же его и узнаем, что оно из себя представляет. Я, конечно же, думаю, что это древний скайримских боссов, добавленных через мод. Да, я думаю, так оно и есть. Давай взглянем уже, наконец. Да, давай проверим. Что ж. О, что-то за рыба там валялась. Так вот. Так вот он. Как вы можете отсюда разглядеть, он похож, ну, мало понятно. Впечатление, как будто он из воды торчит. Да. Давай взглянем поближе. Как будто это только пол его тела. Что это? Древняя нога. Че от ноги? Ну, возможно. Ногу что-то забыл. Свою ногу забыл. Хотя для него эта нога слишком маленькая. Зуб. Скорей. Палец. О, волк бегает. Что ж. Давай используем. Так, сохранимся для начала? Да. Думаю, это будет полезно. Так, мы уже подходим. Нет, он не из воды торчит. Он похож на смесь тюленя и дракона. Прикольно. Тюли-кон? Тюли-кон? Сили-кон. Что ж, он убегает. Метни. Да, это было три слова. Обычно, когда использую все три, он это как-то молчит перед высылом. Должен. Вот, его зовут Маргвар. Маргвар. Да, да. Маргвар. Да, Маргвар. Он берегу. Дерегу. Какой-то он слабый. Да. Ну, по-моему, он похож на дракона. Но не будем проверять, насколько он сильно может ударить. Да. Так что будем отбегать. Что ж. Ну, наконец-то мы его добили. Давайте же изучим, что это за тварь такая. И узнаем, что у него внутри. Да. Кстати, у него... Ой-ой-ой. Голова довольно большая, больше, чем обычно у драконов. Да? Или мне так кажется? Нет. И тело больше. Да, да, ты прав. Ну, это и впервые похоже на смесь теления и дракона. Что ж, давай проверим, что у него за кости. Так. Как можем видеть, это, видимо, все-таки дракон со смесью теления. Видимо, либо дракон изнасиловал теления, либо телень изнасиловал дракона. Я боюсь представить первый вариант. Что ж. А во втором варианте телень просто провалится. В нем ничего особого не осталось. Да. Ну, давай... А давай сделаем наше любимое дело. Мы, ну, дорогие зрители, мы любим убивать боссов, проверять, какой шмот на них был, забирать его, а потом воскрешать. Чтобы они были. Да, да. Потому что, смотрите, ведь эти все боссы тоже являются частью на данный момент великого мира Скорим. И без них как-то будет скучно. Можно будет попутешествовать и снова увидеть. Мы надеемся же когда-то встретить великого легендарного змея, которого здесь обозвали Миртка. Того. Он огибает землю. Он настолько длинный, что его голова находится внутри Мирового океана. Так, давай его воскресим уже. Да. Мы используем Геда, потому что обычное воскрешение МПС на Миропада. Это не Геда. Может, он работает. Нет, он избежал. Это обычное воскрешение МПС на Миропада. Дорогие зрители, сразу предупреждаю. Если у нас не работает воскрешение, то есть единственный способ. Снять с себя всю одежду. Ну, моду сколько-нибудь. Да. Потом взять в руки Геду. А, мана недостаточно. Что ж, дорогие зрители. Так как у нас не хватает маны, мы будем вынуждены использовать магию. Точнее, чит. Но вы не подумайте, что мы читерим. Да. Здесь уже список. Ну, на самом деле... Мы просто были вынуждены это использовать, чтобы начать снимать ролик, когда мы с ним встретились. Так что вы не подумайте ничего такого. Да, просто мы не могли обратно на гору, в Белийце, ну, залезть ближе к этому месту. Да. А обходить как-то не особо хотелось. Ну, она слишком длинная. Что ж, давай воскресим и убежим. Ой. Геда всегда помогает. Нет ни одного создания, которое против Геда бы справилось. Дело в том, что если Геда... Все можно убирать. Если Геда использовать с одеждой модовской, которая находится на персонаже, то тогда это все... Ой, все отдельно исчезает. Просто все исчезает. Если она существовала в одном экземпляре, то все, при этом можно попрощаться с одеждой навсегда. Что ж, он больше нас не преследует. Дорогие зрители, на этом живописном моменте мы с вами попрощаемся. Аливедачи. Аливедачи. Продолжение следует...